Три минуты о загородной жизни Среда. Утром на Енисеи. Три минуты о загородной жизни. Я Сергей Богацкий. Добрый утром. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим с вами. Ну, руки же чешутся. В магазинах появились всякие красивые коробочки с растением. Мы их покупаем, а потом не знаем, что с ними делать, как их сохранить до высадки в грудь. В частности, у меня есть лещина. Ну, или фундук. Орешки, которые мы знаем. Вот эта лещина. Она уже тоже почки дала. Что с ней делать? Наверное, все-таки надо ее посадить. Конечно, можно подержать ее в холодильнике в нижнем отсеке, но поскольку почки проснулись, я бы ее посадил. Друзья мои, лещина или фундук в Сибири великолепно зимует. У меня на участке уже есть один куст. Он зимовал два года, но лещина хороша тогда и дает достаточно много плодов, когда происходит переопыление между двумя растениями. Поэтому это появилось не случайно. Это дополнительный опылитель к моему растению. Фундук растения высокорослый, а порядка шести метров вырастает. Поэтому для него нужно выбрать отдельное место. Вы видите, сейчас мы расправили корни и достаточно глубокие корни. Это говорит о том, что корневая не только поверхностная, но и будет уходить в губ. Значит, хорошая яма ему нужна обязательно. Здесь я уже вижу всасывающие белые корешки. Это значит, что корневая система очень хорошая. Но горшок должен быть глубоким для того, чтобы корневая шейка у него была прикрыта. Обрезать я пока что не хочу, поэтому я посажу это растение так. Почва может быть совершенно обычной. Ну, давайте добавим вермиколит, давайте добавим биогумус. То есть сделаем питательную почву. Биогумус – это продукт производства калифорнийских червей. Это очень хорошее питательное удобрение. Мы добавили еще садовой земли. Все это нужно тщательно перемешать. Ну, дальше мы берем горшок. Никакого керамзита я не буду насыпать, потому что это будет украденные сантиметры. Распределяем корни по горшку и начинаем засыпать почвосмесью. Вот, по сути, мы уже почти все сделали правильно. А скажите, он капризный? Он очень не капризный. У него очень красивая листва. Но эту листву безумно любят гусеницы. Поэтому опрыскать каким-нибудь дегтярным мылом, для того, чтобы эту листву не ели никакие вредители, ну, не помешает. Ну, вот, пожалуй, и все. Осталось промолчить грунт так, чтобы снизу вытекала вода. И все. Он так у меня будет сейчас стоять в холодном месте рядом с балконом. Вот он на балкон, ну, и дальше уже встал. Что еще? А где нарезки будем? Года через три, через четыре можно попробовать первые орехи. Не забывайте голубику, которую вы купили тоже вот в таких горшках, что она безумно любит кислую почву. В другой почве она растения будет, потому что ее питает грибникориза. Точно то же самое происходит с гортензиями, с клюквой, с брусникой. Эти растения любят кислую почву. Не забывайте поливать лимонной кислотой хотя бы. Ну, вот и все. Три минуты о загородной жизни. Я Сергей Повятский. Пока. Три минуты о загородной жизни.